В Сургутском районе ежедневно патрулируют водоёмы. Время пляжного отдыха давно закончилось, но наступил не менее опасный период зимней рыбалки. Уже есть первые трагические случаи на воде в этом году. Подробности в нашем материале. Ежедневные рейды, патрулирование, профилактические беседы с населением – это лишь малая часть мероприятий, которую на постоянной основе проводят специалисты, гражданской обороны и спасатели. В этом году двое рыбаков уже погибли. Ещё двое чудом остались живы. 12 ноября, в 10 часов, находясь на рыбалке на озере Чукан-Лор в районе куста, это западно-сургутское месторождение, передвигаясь по льду, двое рыбаков провалились под лёд. Но им удалось выбраться самостоятельно. ЗПСО, ЗНП, конечно, выехал, но им удалось выбраться самостоятельно и их просто эвакуировали, потому что они находились в таком состоянии. Но даже такие печальные примеры не пугают любителей экстремальной рыбалки. Специалисты пытаются достучаться до храбрецов через СМИ и социальные сети, устанавливают пугающие таблички. Но всегда находятся те, кому ледяной водоём по колено. Хотела бы обратиться к населению, не совершать необдуманные поступки, не выезжать на транспорте на лёд и вообще не выходить на лёд в неустановленных местах, так как толщина льда ещё не установилась. Для выезда на транспорт она должна быть не менее 25 сантиметров. Но так как никто не может определить это внешне, поэтому рисковать жизнью не стоит и никогда не стоит выезжать в незнакомых местах в транспорте. Также рыбакам не рекомендую выходить в местах, в которых ещё неизвестна толщина льда и температурный режим не установился. С приходом морозов обостряется ещё одна сезонная опасность – пожары. Только за последнюю неделю сгорело 5 транспортных средств. Но основная масса возгораний приходится на жилой сектор. Всего в этом году произошло 185 пожаров. Погибло 5 человек. В расстоянии пожаров огнём повреждено 138 строений, 35 единиц техники. Ущерб от пожаров составил более 27 миллионов рублей. А ежемесячно на территории Сургутского района у нас происходит порядка 20 пожаров. При этом число пожаров по сравнению с прошлым годом стало на 66% ниже. Специалисты администрации и инспекторы пожарной службы проводят рейды. Профилактические мероприятия в частном секторе и дачных кооперативах. Рекомендуем устанавливать автономный дымовой пожарный извещатель. По статистике, в основном пожары с гибелью происходят в ночное время, когда человек находится в состоянии сна. Происходит снижение концентрации кислорода, и человек по факту не всегда может проснуться. Для муниципального жилья и льготных категорий граждан власти Сургутского района устанавливают дымовые извещатели за свой счёт. В текущем году из бюджета на эти цели было выделено 200 тысяч рублей и закуплено 20 приборов. В следующем году закупят ещё 52 защитных устройства.